Сегодня боевики около 20 раз атаковали позиции украинских военных в зоне АТО. Об этом сообщают в пресс-центре штаба. По опорным пунктам ВСО стреляли из миномётов, пулемётов, стрелкового оружия. Наши ответный огонь не открывали, согласно минским договорённостям и так называемому школьному перемирию. Все подробности расскажет Геннадий Вивденко. Противник здесь буквально выжигал украинские позиции. Вот видно проплешины, где горела буквально земля. Огонь удалось, слава богу, остановить. В тёмное время суток автоматические гранатомёты и крупнокалиберные пулемёты. Другое стрелковое вооружение. Так оккупанты придерживаются школьного перемирия. Но бойцы на фронте считают, что это фактически тишина. Этой ночью позиции украинских военных на Донецком направлении несколько раз обстреливали из гранатомётов и пулемётов. Какие-либо провокации, стрелковое оружие из АГСов, гранатомётов, пулемётов. Поэтому я думаю, что перемирие долго не продлится. Но мы готовы дать противнику отпор. Газ наважается. Уважается со 120, мины 80. Вот это уважается. Чё обстрелы. А так, как стрелку тняться. Пока идёт, так сказать, мнимое перемирие, работники Авдеевского, как Сахима, восстанавливают провода высоковольтной линии электропередач после многочисленных обстрелов. Они, как здесь говорят, распушены. То есть повреждена оболочка кабеля. Осколок цепляет провод и не перебивает до конца. Получается, как бы, ну, стальная середина висит, а алюминий, получается, ну, распушен. Вот он сейчас обмотает. Устранили повреждения, едем дальше работать. Как вам скольное перемирие? Чувствуете? Чувствуется, конечно. В чём? Меньше стреляют. Главное. Голос, пройдёт, припустите пологу. В Авдеевке безопасней будет со светом. В то же время в промзоне и на шахте Бутовка несколько раз стреляли сегодня днём. На Мариупольском направлении обстрелы из гранатомётов по защитникам Водянова, Талаковки и Гнутова. Это тут уже не считается опасностью. Но морпехи на чеку на неделю проводили учения. 60 км бегом в прибрежном песке с полной выкладкой. На виду у отдыхающих на прифронтовой территории. Такие навчания нужны для того, чтобы захватывать дух морпеха, физическую форму, для того, чтобы в дальнейшем умело показывать и выдерживать условия боевых действий. Ну ничего. Тяжело очень легко в бою. Нормально. Межморская пехота Украины. Нам легко. За неделю не погиб ни один украинский боец. Громко, с обстрелами. Школьное перемирие продолжается. Геннадий Вивденко, Вадим Ривун, Сергей Байдала. Подробности. Телеканал Интер. Из Донецкой области.